касаемо санаторий яхты коль не станет ли он этот санаторий своеобразным пробным камнем началом захвата жаждущими в последующем сей курортной системы республики вполне возможно что это так есть потому что действительно тут прав абсолютно что этот лакомый кусок в виде вполне себе благополучных рентабельных и процветающих даже иногда курортных организаций и вот этих медицинских учреждений он действительно не дает покоя алчным чиновникам башкирии во всех итерациях и командах и во все времена и во все времена да и действительно такие мысли под попытки и попытки там кадровых перестановок с определенными задачами все это предпринималось еще и при хамитове сейчас хабиров тоже как-то очень так хищно посматривает на эту сферу недавно было на совещании прямо целый разбор полетов сколько много зарабатывает оказывается сейчас там вот эта курортная сфера как она хорошо выглядит на фоне российской всей картинки что все наши курортные и все наши санатории входят в топ-100 а еще три входят в топ-5 десятку даже пять до входят и вот ну то есть это все очень прекрасно это как раз та история где у меня возникает вопрос если все так хорошо а зачем продавать то есть обоснование необходимости приватизации тоже должно быть достаточно научным с этим большие проблемы то что ты сказал еще тоже очень важный момент это предварительное накачивание предприятия государственными деньгами а потом приватизация выглядит тоже очень как сомнительно потому что ну скажем так это деньги если считать балансовую стоимость на момент приватизации и сложить все инвестиции которые были сделаны государством последние хотя бы годы может цифра не сойтись тогда возникнет вопрос а вот если вложили 3 миллиарда а предприятие оценивается в 2 миллиарда то простите как так а за сколько продавать будем ну то есть вот здесь собака обычно и порылась в том смысле что манипулируя вот этими событиями цифрами и факторами ну какие-то недобросовестные товарищи пытаются прибрать активы к рукам завершая тему санатория скажу что да к сожалению вот этот факт меня настораживает вчера они говорят о процветании этой отрасли а сегодня объявлены значит списки приватизируемых предприятий в этих то есть себя тоже обдала холодком когда ты узнал что ну да то есть рентганта возможно их текуль да возможно их текуль это действительно какой-то пробный шар прокатит не вызовет проблем не вызовет нарицание федерального центра там там и осы такие вот по чуть-чуть карагай а потом уже крупники эти ассы это тоже довольно крупный как бы санаторий очень просто новый и хорошо смотрят там есть проблемы да с участием там ваш нефти там прочее понятно конечно есть нюансы но тем не менее да я настороженно отношусь к хорошо хорошо